Самодельные пистолеты американских подростков. Наверняка многие в юношестве мастерили поджиги и разного рода пугачи. В середине прошлого века в Соединенных Штатах в подростковой среде также стали набирать популярность самодельное огнестрельное оружие. В частности, речь идет об однозарядных пистолетах, мода на изготовление которых в силу простоты конструкции, небольших затрат и доступности материалов, стало быстро распространяться среди различных уличных банд. Конструкции, кстати говоря, были довольно стандартными и зачастую такие пистолеты, грубо говоря, могли быть изготовлены в обычной школьной мастерской или отцовском гараже. Самыми распространенными стали самопалы под патроны типа 22 римфвайр, либо переделанные патроны от стартового пистолета. Причем не только в силу их дешевизны и относительной доступности, а также из-за того, что в качестве стволов к пистолетам зачастую использовались радиоантенны от автомобилей, чем диаметр идеально подходил к калибру патрона. Понятно, что ствол из трубчатой антенны не внушает доверия, но все же. А вот с ударными механизмами поинтереснее. Одним из самых распространенных и надежных относительно других самопалов стал вариант с использованием дверного шпингалета в качестве ударника, прикрепленного к деревянной ручке, имеющий ствол, изготовленный из секции стальной трубы, надежно прикрепленной к ней. К деревяшке также крепился кусок резины, который натягивался на взведенный шпингалет и отпускался для произведения выстрела. Другой простой вариант в больших количествах появившийся в то время в Нью-Йорке делался из автомобильной антенны, гвоздя, полосы, резины и ленты. Схема, думаю, понятна и без объяснений. Одной рукой удерживается, другой оттягивается гвоздь-ударник. Несколько модифицированная версия предполагала использование обычного дверного ключа, который с осью в отверстии вставлялся в деревянное ложе. Затем на него натягивалась резина, а сам ключ взводился и отпускался. Происходил удар по гвоздю и, как следствие, выстрел. Еще один распространенный вариант самопалов делался с использованием рамки от игрушечного металлического пистолета или револьвера. Интересно то, что бывали случаи, когда подобные самоделки мастерили даже заключенные в тюрьмах. Уж не знаю, где они брали боеприпасы, но в качестве примера можно привести из Ятыши за 1950 год из тюрьмы штата Нью-Йорк. Понятно, что большинство из таких самоделок были очень грубыми и очень небезопасными для самого стрелка, но из-за своей дешевизны и простоты они стали серьезной проблемой для властей в 50-е годы, поскольку они нередко становились орудиями совершения различных преступлений. Численность самоделок стала снижаться после того, как на гражданском рынке стали появляться относительно дешевые серийно выпускаемые пистолеты.